Так, всем привет, друзья! Сегодня будет небольшой отзыв или обзор клавиатуры Zalman ZMK500 BlackUSB. Что меня сподвигло? Соответственно, я купил эту клавиатуру 5 лет назад, в 2014 году. В первую половину 2014 года уже 5 лет я ей пользуюсь. И, соответственно, что хотел бы сказать, что за это время она не ломалась ни разу. Она работает хорошо до сих пор. И, соответственно, у меня к ней никаких претензий. Давайте по характеристикам. Значит, механическая клавиатура, тип переключателей Kyle Red. Вот, соответственно, дополнительных клавиш всего лишь 5. Вот громкость увеличивается, уменьшается, потом выключается громкость, домой. Вот, и, соответственно, почту проверить. Соответственно, что я хочу сказать про клавиатуру. Что я лично ей доволен. Первое, это... Слышите, как она не громко клацает. Вот, многих раздражает. Вы знаете, вот нажимаете просто на кнопку, да, на клавишу. И там какой-то вот щелчок, щелк, щелк. Мне не раздражают щелчки. Но в данном случае она тихая, да. То есть, печатать на ней очень приятно, быстро. У меня лично никаких проблем нет. Это первое. Второй нюанс. Это за 5 лет единственным был проглюк. Здесь плохо прожимался control. И я просто достал, промазал спиртом, значит, клавиши и так далее. И все заработал. Потом, точнее, какие клавиши, о чем я... Я промазал саму схему, вот, просто разобрал ее, промазал схему. И, соответственно, насколько легко достается... Очень легко, как видите, достаются клавиши, их легко чистить. У меня, кстати, на канале есть ролики, как я чищу свою клавиатуру. Вот так, кстати, она вблизи выглядит, да. Вот так, сбоку. Из особенностей, что же я хотел еще сказать про нее. Да, это следующее, что вы, конечно, будете меня, возможно, критиковать, что это плохо. Но как-то давно я играл в Dota, еще в 15-м году или в 16-м, я не помню. И когда у меня глючил комп либо интернет, как вы думаете, кто отдувался за это? Правильно, отдувался. Отдувалась за это клавиатура. Я периодически хотел ускорить процессор, интернет, там, я не знаю что. То, периодически нанося удары по клавиатуре. И, соответственно, после чего, как видите, сейчас я вам покажу. Здесь трещинка, как видите, да. Надеюсь, ее видно. Вот, да. Сейчас, если что, свет нам поможет. Вот, трещина раз. Трещина два. Вот. Опять же, свет, пожалуйста. Вот, видно здесь трещина. Думаю, что не увидеть ее будет очень сложно. И, с другой стороны, по-моему, тоже нет. Или только с этой. По-моему. Да, с другой стороны нет. Ну, все-таки. Отлично отсюда ей доставалось. Даже одна клави вылетала вот так вот. Какая-то, да. Ну, потом все возвращалось и все работало. Соответственно, микросхему, я уже сказал, спиртом я протирал один раз. То есть, честно, открываю вот Яндекс.Обзоры. Там столько нелестных отзывов. Вот, просто плевают. Я не видел, чтобы кого-то так ненавидели, как, я не знаю, как в Доте, наверное, да. Ну, вы сами можете прочитать все, что там говорят. Что она ненадежная, что она глючит. Ну, возможно, я хочу сказать, это мне так повезло. Да, я вполне допускаю, да, что действительно мне повезло. Вроде как бы у меня с ней нет проблем. А у кого-то они есть. Но я лично доволен был. Я ее купил в 2014 году за 1400 рублей. За 1400 рублей механическую клавиатуру. Она была самой дешманской, по-моему, на тот период. Тогда не было еще китайских вот этих вот клавиатур механических, такого разнообразия. И, соответственно, я купил, по сути, на тот момент одну из самых, ну, по-моему, самую дешевую. Она, видите, укорочена. Плюсы, плюсы. Это то, что она очень мало места занимает, соответственно, на столе. Что очень удобно, очень приятно на ней печатать. Вот ощущение, знаете, когда вы печатаете очень быстро и удобно. У меня это есть. В играх действительно удобно с ней. И потом, после нее, когда перехожу на мембрану, да, я чертыхаюсь. Хотя, с мембраной я не понимал, знаете, было такое ощущение, как будто, чтобы нажать эту кнопку, надо... Ого-го, сколько усилий. На мембраны как-то легко было печататься. Да, все очень быстро можно было напечатать. Здесь немного по-другому механика. Здесь вы качаете пальцы. И мне казалось, что, о, ну, сейчас уже пружинки, конечно, уже не такие упругие, естественно, возможно. Или я, может, привык. Черт тебя знает. Но! Вот это ощущение было, да. То есть, блин, что тут надо... Что тут надо... Надо такое ощущение, как будто надо было выбивать вот так вот. Не печатаешь, ты выбиваешь. Ну, и что еще хотел сказать. Что зато, когда на мембрану, знаете, вот прям чувствуется такой лень мембранной клавиатуры. Когда нажимаешь на кнопку, она провалилась. И все. И она... Такой вялость. Ощущение нету такого контакта. Ощущение, что ты нажал на кнопку, что-то продавилось. И черт ее знает. Ну, короче, на мембрану нет никакого желания после механики переходить. Ну, и что я хочу сказать, друзья. Ну, так что это мой короткий отзыв. Все-таки сейчас рейтинг, по-моему, 3,5 или 3 балла в Яндекс.Маркетинг. Ну, сами посмотрите. Ну, а я немного, надеюсь, добавил ей в карму. Или себе добавил в карму, заступившись за неплохую клавиатуру. Ну, вот, собственно, пластик меня тоже устраивает. Ничего не ломается, видите, даже после ударов. Внизу вот это вот подкрашенное это железо. Железное. Железо покрашенное. Внизу, соответственно, ну и вот, собственно, все. Сколько раз я уже чистил, не чистил. Сейчас она грязная, ну, вот как есть. Надеюсь, вам видео было интересно. Всего вам доброго, ребята. Ставьте лайк. Всего доброго. До свидания.